Жильцы многоквартирных домов стали гораздо чаще обращаться с жалобами в госжилы инспекцию, зачастую не зная и не понимая не только своих прав, но и обязанностей. Сотрудники ведомства весь прошлый год работали на износ. Только одни инспекционные проверки затронули более 70% от общей площади жилого фонда в регионе, не говоря уже о количестве разобранных заявлений от жителей. В течение 2012 года в жилы инспекцию обратились жители с жалобами и различные организации, таких жалоб было 5362. Чтобы работа по обращениям граждан была более оперативной, сейчас принято решение о поэтапном увеличении штата сотрудников госжилы инспекции. Самое большое количество проблем ведомству доставляют неративы управляющие компании и жильцы многоквартирных домов, самовольно проводящие перепланировку и не получающие на свои действия соответствующего разрешения. Прежде чем что-либо начать, надо обязательно получить разрешение. Хочу тоже привести пример, почему у нас граждане, когда берут какую-то технику, покупают телевизор, почему они начинают там ломать, а потом предъявлять претензии в магазин? Почему они не вскрывают эту технику и начинают что-то там делать? Здесь то же самое, это собственность, понимаете? Нельзя, вот они считают, что они могут делать все, что угодно. Нет. А к тем собственникам, которые длительное время не следят за сохранностью своего жилья и не платят за него, будут применяться самые жесткие меры. У таких беспечных хозяев квартиры будут отбирать через суд и отдавать жилплощадь на баланс муниципалитетам. По словам Александра Фоминари, региональные власти больше не будут в этом вопросе ограничиваться полумерами. Анастасия Николаева, Сергей Коликов, РТВ Иваново.